Просто резина сваряется между продуктами и такими. Ну и не так быстро, наверное. А, то есть костей сделаешь. Ну все, раз, два, два. Ну все. Общите, отчетите. Идем, не назначайте. Сидим его сразу. А где все остальные? Сейчас всех загоним, рукомойщик? Уже все тут. Это хорошо. Давайте. Где там остальные задерживаются? Цигель, цигель, а-ля валюта. Еще кого-то не хватает. Еще кого-то не хватает. Все, все сборы. Еще, посмотрите. Майка была. И так, дорогие дамы, пять минут вашего внимания. Потому что у нас всегда перед террористом духовный институтаж. Все, да? Все, все, все. Так, Рэба, я сейчас начну видео снимать. Тогда нафер текст какой-то сначала был. А я могу и посередине быть, когда хочу снимать. Мотор, камера? Да. Мы с вами готовимся к всемирному шабату. Такая затея, чтобы минимум раз в году все объединились вокруг нашего холла-фундамента, как шаббат. Почему шаббат? Есть известное порочество. Когда евреи вместе два шаббата все соблюдут, сразу у нас все станет хорошо. И шаббат начинает готовиться, конечно, на основном, к девушке. Ну, потому что они фундамент нашего дома. Один из силового шаббата – это хава. Помимо того, что мы выпекаем хаву, сама процедура, есть еще такая запись выделения хавы. Начиналась она со времен храма. Из любого теста выделяли коину. Пекарю выделяли 1,48-ю. Обычно 1,24-ю, чтобы поменьше. Потому что пекарю тяжелее давать больший объем. Это бизнес. Тем не менее, выделяли какой-то объем. Хотя объем минимальный и любой. Поэтому мы просто одну щепоточку возьмем. И больше сегодня коннотатив невозможно. Нет храма, нет возможности духовной численности ее соблюдать. Поэтому мы выделяем ее символически. На самом деле выделение, но важное не столько самим актом, сколько памятью и готовностью. Потому что мы не забыли этот заповедь. У нас была готовность в любой момент, когда будет все восстановлено, эту заповедь снова исполнять. Вообще есть такая шикарная история. Вкратце расскажу, если интересно. Прошел в Цфате 2,5 века назад. Один еврей. Вы, наверное, слышали про евреев, которые в Испании, в Португалии насильно приняты христианство. Так называемые мараны. Один еврей из Португалии, который из потомков приняты христианство, вернулся к ответу, переехал уже в сад. И слышал там урок рабины, который рассказывал, как какое-то великое заповедление про 12 хлебов, которые в храме утекли и стояние в храме были радости Всевышнему. Он пришел, он помнит, что это касается сегодняшнего дня. Свежей не расколотается. Вот жена, нам надо чуть-чуть делать эти хлебы, берешь муку, тринадцать раз просеиваешь, чтобы чистейшая мука. Тринадцать раз просеиваешь, там пленый порядок замеса. Вот только так будем делать халак, 12 каждую неделю. Я буду носить сногогу и приносить Всевышний. Истыкаем уже на халак, он сказал. Он взял пакетик, сногогу пришел, ночью никого нету. И в ковчег де Торо вложил халак и сказал, Всевышний это вот, я как могу, чем умею, стараюсь, пожалуйста, перемеет от меня. Утром пришел в сногогу Габай, проверяю, что все готово. Видит, а рукодыш приоткрывает, смотрит, там хабар, по нему вкусно, никого нет, он думает, себе возьму такие вкусные. И так, каждую неделю этот еврей ночью приходил, хао-хао, Шаум знал, что его будут ждать тепленькие, вкусные хлеба в синагоге, приходил их и забирал. В один прекрасный канун субботы не успел наш португальский еврей подготовить свои халы к вечеру в четверг и принес их в пятницу утро. А там сидел Равин учился. Видит, Равин подходит человеку с пакетиком, ходит в ворону, ходит, что ты делаешь? Могут я 12 хлебов в Всевышнем возношу. И как раз Габай приходит, когда Равин ходит за своей хавой. Тут все прояснилось. Равин учился, что ты делаешь за глупость? Какие хлеба? Хлеба нету? Чего лектором? Хласть хлеб? Ты вообще с ума сошел? Тут в слезах расстроил. Думаю, что он хорошо делал. Оказалось, делается неправильно. Пришел домой. А в сваде жил известный каббалист Ариза. И Ариза послал послание. Говорит к Равину. Послание говорит, «Равин, завтра ты подготовься. Погоди, завтра тебя уже к субботе не будет». Я говорю, «Почему? За что?» Говорит, «Знаешь, совершенно давно не было такой радости, как это просто ивре, с этими хорошими намерениями приносили 12 хлебов. Ты это прерывал, поэтому тебе пора уходить и давать ответ за это наверху». В любом случае, это заповедь хао. Вы видите, сама беру просто кусочек, по-моему, не произносят, и называют его хао. Это будет хао. Сегодня мы их не едим. Мы их просто либо сжигаем, либо аккуратненько завернув, выбрасываем мусор, чтобы не пренебрежительно. Но это такая заповедь, которая готовит нас к тому, что скоро будет отстроить храм. И специально молитвенно я перевел на русский. Старался. И распечатал определение хао, потому что это три сугубо женские вотчины. Это выделение хао, миква и сжигание субботних свечей. Свечи мы сейчас не сжигаем, это вы будете завтра делать. И произойдет завтра этот кабаат шаббата к всемирной свободе. Сейчас, кто будет старше из выделения хао, самый главный, и кто будет старше, самый главный. И это. Вот. А все остальные могут завтра на общее. Это все ведро наше общее. Все общины. Тут, кстати, минимальный объем, чтобы видеть хао, надо, чтобы было кило двести муки. Если меньше, кило двести вообще не выделяют, кило двести не выделяют, кило двести не выделяют без благословения, а если два, двести выделяют без благословения. У нас четыре килограмма муки, да? Показывается с благословением. Берите кусочек. Пронесите. Вы его для всех. Для всех. Вы заполняете. Для всех в Иисусном счет. Берите кусочек. Небольшой даже. Ага. Ага. Благословение с вас. Благословение с водой. С водой. И я теперь прохожу. И это будет. Это будет хао. Просто это будет хао. Это хао. Всё, сдавайте. И, после водения хао есть палитра, которую вы можете прочесть, Я уступаю подиуму Мирьяму Диногману, которая у нас будет командой процесса. А когда будет печь, можно их заодно и сжечь. А я уступаю подиуму. Это вот на каждого, да? А, с тобой с полетельником, чтобы работать. Давайте посмотрим. О, где-то вот таким вот. Небольшим. Миряна, скажите, как тесто делать, чтобы все зубы. А, тесто, да? Да, чтобы все зубы. Я, например, вообще не знаю, как вы видите тесто. Я просто самое интересное. Чайник, оно не на дереве указывается. Блин, не на дереве, серьезно? Это ископаемое тесто? Да.